Вот Паша Скорп пишет. О чем вы говорите? Простой работяга против директора. Какие доказательства сожрут и жизни не дадут? Ну и действительно, какая-нибудь уборщица где-нибудь там в администрации города, да, вот ее заставили. Кому она будет там жаловаться? Как кто ее там будет защищать? Алло. Ну что? Они дома сидит, их никто не может задержать. Они ничем не рискуют, но они боятся этого. Так же и здесь. Ну представляете, что такое в той или иной отрасли бороться за себя? Да нет ни у кого такой информации. А мы вам примеры здесь показываем на нашем канале, где обычные работяги, где люди с зарплатой в 10-15 тысяч рублей ставят на колени руководство. Резонансом по всей стране эхом проносятся. Просто потому, что их опыт уникальный. Потому что все остальные боятся. И это с каждым днем все более и более массовый масштабный процесс. Как защитить себя уборщицы на предприятии? Нужно объединять работников. Нужно объединять там рабочих у станков. Нужно объединять инженеров. Каких-то там может быть других специалистов или наемных работников. Потому что они тоже не хотят этого делать. Вы понимаете? Власть провоцирует новую болевую точку, которую всех работников ставят на одну сторону противоположную. Все не хотят. Но почему не использовать эту ситуацию? Решите вопрос вакцинации, чтобы вас отвалили. Потом решайте вопрос заработной платы, повышения условий труда, социальных каких-то гарантий в отношении вашего коллектива. Ну, надо же когда-то начинать, а? Ну, если вы всего боитесь, ну, зачем тогда задавать вопрос? Это знаете, как мне иногда приходят люди и говорят, слушай, Николай, у меня вот такая вот проблема... На прием приходит. У меня вот такая вот проблема. Я вот хочу вот решить, ну, там, я не знаю, там... Ну, к примеру, там, проблема у них там ЖКХ. Там какая-нибудь сточная вода текут там рядом с их домом. Ну, вот такая проблема. Я говорю, ребят, ну, напишите заявление. Не, мы боимся. Ну, вдруг у нас проблемы будут какие-то. Ну, хорошо, ну, давайте тогда, может быть, там... Не, вы сами съездите, вы сами все сделаете. Ну, слушайте, ну, как же вы хотите отстаивать-то ваши права, как вы хотите бороться за будущее, если сами для этого ничего не хотите делать? Все... Я вам рассказывал не единожды, да, посмотрите, вот у нас много роликов на эту тему, где я выступаю там на встречах с подписчиками, с избирателями. Ну, все переживают за свое будущее. Ну, если мы будем жить на коленях, как вы... Как вы и, знаете, вы и проблему не решите, останетесь дальше в этом положении. И свое положение усугубите еще сильнее. Потому что, ну, очевидно, что сегодня вас вакцины хотят уколоть. Завтра примут закон забирать ваши органы, я не знаю, там, детей у вас изымать, продавать их куда-то. Ну, неужели вы думаете, что... Да нет, в этом мире ничего невозможного. Ну, в единственном случае с вами будут бояться связывать, если вы будете говорить о своих правах, если вы будете идти и смело заявлять свою позицию. Ну, неужели вы думаете, что уборщица, о которой вы сейчас сказали, на заводе в 12 тысяч рублей зарплата, ну, что ей терять-то, ё-моё, а? Ну, ладно бы она была, там, каким директором, у неё, там, миллионные оклады были, ей, там, как говорится, держаться, да, за это место любыми, там, жертвами и потерями. Но здесь, ну, нечего терять, это рабы. Они получают зарплату, которую только на еду хватает. И все равно в страхе, я готов на все, что угодно, лишь бы меня с этого места не сократили. Я понимаю прекрасно, да, что людям, ну, как говорится, лучше это, чем вообще ничего. Ну, в данном случае это практически равно. Но, потому что наряду с вот этим вашим терпением, которое позволяет вот только лишь свой, там, свой голод удовлетворить, вы же понимаете, что в целом страна-то идёт к чёртовой матери в пропасть. Из-за того, что все, в том числе уборщица на заводе, молчит. Ну, а кто её проблемы решит, кто её детей будущим обеспечит, если не она сама? Ну, это страшно, это тяжело. А детям жить вот в этом убогом мире будущего, который нам сейчас рисует Единая Россия, это не страшно, что ли, по-вашему? Как вы им будете объяснять то, что им придётся теперь это всё вынести, и вы в этом не виноваты, потому что вы боялись, сидели? Никак вы не объясните это. Сейчас, пока есть понимание, пока есть такой классный, объективный фактор, который нас всех объединяет, его нужно использовать для того, чтобы решить не только эту проблему, более глобальную. Мы должны организовываться в этой борьбе. Сегодня власть каждого настроила против политики, которую сама же проводит. Но нету фактора, который бы позволил людям, как говорится, активность какую-то проявить. Вот этот фактор. Попробуйте. Другого выхода у вас нет. У нас нет.